мечтаешь об электромобиле лучший ценный выбор в компании автоинтерпрайз забудь про цены на бензин катайся с удовольствием и без ограничений самые популярные бренды ждут тебя автосалонах компании автоинтерпрайз не пропусти весенние скидки на автомобили в наличии квалифицированный персонал автосалона поможет выбрать автомобиль из наличия или под заказ по промокоду под видео сможешь получить скидку от меня ребята всем привет сегодня будет очень интересный сюжет хочу чтобы вы обязательно посмотрели и насладились тем что вы увидите на этом видео перед тем как вы посмотрите хочу рассказать небольшую предысторию как разворачивались события как удалось зафиксировать и словить взяточников с поличным значит ситуация ситуация разворачивалась следующим образом написал мне один из моих подписчиков сообщения в instagram в котором он попросил помощи и сообщил что сотрудники полиции на одном из стационарных постов вымогают у него взятку в 25 тысяч гривен небывалая сумма давно я не слышал таких сумм на взятки 25 тысяч гривен оказалось что сотрудники в закарпатье остановили водителя большегруза продули его на драгер и за не составление по постановление по статье 130 протокола по статье 130 вымогают 25 тысяч гривен значит попросил человека помощи узнав что он находится от меня очень далеко я связался со своим давнешним другом виталием матетки это журналист дорожного контроля думаю видели его сюжеты в ютубе значит позвонил я ему попросил связаться с дальнобойщиком дальше же разворачивались просто необычайные события дальше виталий взял инициативу в свои руки ему удалось не просто накрыть целый пост взяточников закарпатье взять их на горячем но еще и оформить их задачу взятки ему в этот раз сотрудники полиции поняли что им не отделаться легким испугом и решили договориться с виталиком а именно предложить ему сумму денег для того чтобы этот репортаж не вышел не в сми не в ютубе не появился просто растворился значит виталик подыграл им попросил немножко времени для того чтобы обдумать и подготовиться и уехал в город косив он сам родом оттуда поэтому ждал полицейских именно там но не просто он их ждал сложа руки а он пошел на опережение он обратился к местному представителю службы безопасности у себя в регионе которому по телефону объяснил ситуацию какая произошла предоставил ему факты о том что ему удалось зафиксировать более того он не стал надеяться на личные какие-то переговоры с сотрудниками сбу а пошел к ним в управление и написал официальные заявления что же вы думали ребята не на одно заявление не на одно обращение виталика сотрудники сбу никак не отреагировались с этого и на то что у них абсолютно нет времени заниматься этим вопросом что они не уполномочены и что вообще у недолжностное лицо это и что взятка сотрудникам полиции ему не является уголовным наказанием и что в принципе это никак нельзя оформить и сотрудников никак нельзя привлечь более того они сказали что занимается этим не они а занимаются этим представители военной прокуратуры куда тоже виталик обратился где тоже ему ничем не смогли помочь и никто этим не захотел заниматься что очень печально я хочу напомнить ситуацию которая произошла с виталиком косенко которая точь-в-точь похоже на эту ситуацию где для того чтобы спровоцировать его и вытурить его из страны понадобилось меньше суток сразу нашли желающие и в сбу и в прокуратуре и в полиции которые быстренько состряпали дело и уголовную статью здесь же он два с половиной дня два с половиной дня он бился звонил во все инстанции ни одна инстанция смотрите на его канале в развернутом виде куда он обращался ни одна инстанция не смогла на себя взять ответственность и словить этих сотрудников полиции на горячь сотрудники полиции предлагали виталику 2000 долларов для того чтобы не появился этот сюжет в youtube после того как они прибыли в косив удалось заманить их туда очень долго виталик их водил под видео камерами которые расположены в косе чтобы собрать как можно больше материала о том что они прибыли присутствовали приехали на своем личном автомобиле предлагаю вам насладиться как ребятам удалось задержать этих оборотней забегая вперед скажу что удалось посотрудничать с местным районным отделением города косе за что им большое спасибо виталий как раз этих оборотней под двери этого райотдела и пригласил для передачи денег значит сотрудники местного райотдела задержали сотрудников полиции каламбур получается сотрудники полиции задержали сотрудников полиции но как бы это не печально звучало именно так произошло на этих кадрах на кадрах этого видео можете насладиться как обыскивают сотрудники полиции сотрудников полиции такое нечасто можно увидеть значит в процессе личного досмотра обнаружилось у них не 2000 долларов, а 5000 долларов, то есть сотрудники морально были готовы отдать 5000 долларов для того, чтобы этот сюжет не вышел. Сюжет, прямо скажу вам, тяжелый для понимания, учитывая, что общаются все на очень закарпатском, украинском языке, поэтому все-таки попытайтесь понять, о чем говорят, я думаю, несложно это будет сделать. Большая просьба к вам, пишите комментарии, делитесь этим видео, очень важно, чтобы как можно больше людей увидело бездействие наших правоохранительных органов, что они не просто не борются с коррупцией, они ее возглавляют. Поэтому, друзья, смотрите полную версию Виталика на канале, пишите комментарии, ставьте лайки, всем до встречи, пока. Чтобы не предоставить машину. Коротко, с приводу, чего это все было? 130-е. 130-е. То есть, как это все было, как это все проходило? Все, когда останавливают нас на посту ГАЄ, там уже стояла фура перед нами, он тоже нас останавливает, я захожу, он типа, выход, типа, иди с нами. Я захожу на пост ГАЄ, он мне дает драгер, я дую 07, показал. И я говорю, ну, это он говорит, ну, 130-е, все, я говорю, ну, может, давай договоримся, 25-ти тысяч. А просто мы не знали штрафи какие-то, оказывается штраф 10-ти тысяч. А, что оно забрало у вас? Два техпаспорта на машину, на прицеп и права мои. И я подписал, это как его, протокол? Пустой. Пустой. Он поставил галочки, говорит, тебе нужно время техпаспорта, ну, время святого. Я говорю, конечно, нужно. Значит, я тут расписываюсь. И все. И, каже, там, ну, записал, как бы, я ехал на такой машине таким номером, и, каже, пиши только, пиши то, что я тебе говорю, вот так. Так уже я понял. Ихал на таком машине, выпил там два литра пива, и вину я написал, бо там уже ручка кончилась. Вину куся, да? И все, да, вину, и все. Я говорю, ручка кончилась. Хм, хватит. А, то б ты же и написал пояс? Ну, да. А, они там в протоколе написали, ничего не писали. Они взяли чек, они взяли чек, эти все документы в планшетку и в шуководку. Скажи мне, а вот, как вас отпустили, ну, тобто, вы ехали, вас что, зупинял кто-то из полиции? Да, зупиняли. Я им сказал, ну, я говорю, а что говорю, если нас остановят? Вин дав цей номер телефона на бумажке, он говорит, что позвонишь, и все нормально будет. Да, мы ехали, а у нас чуть-чуть там тент распирал. У нас зупинил Outlander как раз на границе, там, где граница. Мы только, вот это как раз там на этой границе у нас Outlander, и тоже начали. Что такое, каже, ну, документы. Я набрал его, говорю, так и так вот докажу, что я с вами поговорю. Я дам ему трубку, а он, а за что типа забрали? Я говорю, 130, а он, а, да, то что, будем, что, пишем заново. Я говорю, ну, я сел так, говорю, что хочешь, ты работаешь? Хочешь, ты хоть убиваешь, мне категория. Я могу сесть и поехать на штрафплощадку, машину забираю. Я говорю, у меня денег нет, я денег не дам, потому что нет. Он говорит, что вы, виноват, что вы, что вы, с ними не договорились? Я говорю, нет, не договорились. И все. Я потом опять у него призначил, говорю, так и так, что надо решать. А он говорит, что теперь я звоню? И все, они потом на Утлендере улетели в счастливую дорогу, идите аккуратно, все. Людей, как вы дальше? Проходите, проходите. Не, вы куда идете? Проходите, до нас в банкомат. Погрошу, 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 мы гроши привезем. На, на, на. Какие вы хотели? Стой, 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 куда ты идешь? Куда ты идешь? Куда ты идешь? Представьтесь, пожалуйста. Я журналист Украинской правой газеты, дорожный контроль. По мне, я попавиш. Попавиш, ваше посвящение, пожалуйста. Ваше посвящение, пожалуйста. Это на светло подъедем. На светло давайте подъедем, может, доведем. Вот идем мы туда, все разори. Вот идем мы туда, все. Что вы говорите? Так что надо, соответственно. Так что надо, steamed? Ну как? Ну люди не собирали документы и их, вы требуете хабар. Ну что необходимо? Нее, так мы у людей не собирали никакие документы, неvaходи, неким и voting и вы требуем. Так есть запис. Есть записи. Там все договоры записаны. Ну так. Есть все разговоры. Это председатель народного депутата. Сейчас вам тоже посвящен. Он имеет доступ к любых помещений в Украине. Сейчас покажет вам посвящение. Наверное, выкликаем 102. Как зовут? Виталий. Минуту, можно с вами поговорить? Да, можно. Покажите, пожалуйста, поговорим. Вы думаете, так поговорим? Можно. Давайте поговорим так. Если мы договоримся, то скажите. Покладите. Давай, мы говорим. Если мы договоримся, то мы будем дальше говорить. Покладите камеру, то мы даем говорить. Покладите. Если нет, то нет. Я брал от него документы. Скажите. Скажу, может без камеры. Скажите, что мы будем говорить. Вот у нас исключение? Моя исключение, я ее исключаю. Скажите. Сейчас, подвинем, а это говорит. Что? Ну что? Короче, давай тогда все, тогда работаем. Так говорим, то говорим, або не говорим, то что, скажи. Ну, скажите мне, что надо. Скажи, что? Где же есть? Два секунды будет документ. Везите документы. Везите этого чувака. Да. Протокол этот подписанный показывает. Говорим так ревно. Да, ревно. Протокол этот подписанный показывает. Протокол при нас знищуете. Протокол при нас, чтобы потом не было складано. Протокол. Ну, и потом мы будем дальше говорить. Так вы скажите, я полностью прямо на конец. Мы дальше потом будем говорить. То есть, сначала мы видим эти документы, видим Едварьскую оплачу и дальше говорим. Хорошо? Да. Все, давай, пять минут. Давай сразу этот протокол, чтобы вы не запомнили. Вы скажете, без себя ничего не будет. Как мы сейчас делаем? Мы ничего не будем делать. Давайте что-то сделаем. Поставь протокол так, чтобы я его видел. У нас нет вообще ничего. Мы с вами говорили. Не, не кривай камеру, мы говорим так. Поставь протокол так, чтобы я его видел. У нас нет его. А где он? Скажу минуту, все. Давай, две минуты. Пойдите на улицу, пожалуйста. Мы с мужем поговорим, а то зайдем. А протокол то есть? Там будет хорошо. Ну вот, ребята, я вам все детям не верю. Так вы что, можете обнимать номерами? Я вам даю номер свой телефон. Номер мы вам тоже не можем. Ви давайте решайте с протоколом, с документами. Ребята, я вам скажу честно, я тут три часа стою в мене. За протокол то не. Там протокол не будет. Если мы тут говорим, мы будем все еще где-то забывать. Где? Где? Протокол. Где ты, типа, Петрович? Вам нужно документ. Я за включение. Не, не, не нужно. То выключено. Другая разница. Вам скажи прямо, что вам требует? Вы пришли за документами. Мы хотим увидеть так, что этот протокол, типа, я хочу увидеть тот протокол, я хочу, ты и видишь протокол. А, типа, что вы, чтобы ты здесь искал что-то? Нет, ну уверены. А ты же его начали заполниваться? Кто заполнив? Он же там расписался. Мы не начали заполниваться. Он расписался и написал объяснение. Он нам передвигается. Да, просто не в протоколе. Как же человек маленько хоть ображает, то есть, Давай прокомментирую, как дальше происходят, когда мы приехали на пост, когда мы после того, как мы разговаривали с полицией, типа, что дальше было, или у тебя есть какие-то документы на руках. Прокомментируй, что дальше стало. Да, когда мы приехали, уже после этого разговаривали протокол и копию. Копию чего? Протокол. И копию протокола. А чек от Драгера? И чек от Драгера. Чек от Драгера, на якому был твой петель. Да, да. И вот они мне дали мои документы. То есть эти три документа были выключены. И мы без этих документов двигались 120 км. Причем у нас остановил патруль полиции. Мы видим документы. Они выключены. И сейчас они у людей назад. Полиция еще что-то с вами разговаривала? Да, да. Они спрашивали, на чем мы прикололись? Я говорю, много денег захотели. А, как-то... Не, не так было. На чем мы прикололись? Скажем, много денег попросили. Вот так сказали. Да. Они спрашивали, да. Типа 25 тысяч. Да, 25 тысяч. Они все-таки поняли, что 25 тысяч за много. Скажем, много мы захотели. Я говорю, конечно. Такого штрафа нет. Сейчас они едут в Косев, чтобы решать вопросы с этими материалами, которые я взял. Они хотят их, короче, чтобы... И сразу, как мы выяснили этот, скажем так, злочин... Ну, вот эту... ...спробую отримать хабар. И сразу же... После этого мы сообщили начальника СБУ местного нашего, где я живу. В понедельник я был в управлении в областном. Я написал заяву. Копия заяви у меня есть. И, как мы видим, на жаль, в СБУ не хватает, напевно, то время организовать эту операцию. Потому что я просил, чтобы... Ну, скажем так... Когда они привезут деньги, чтобы их сразу на этом варианте накрыть. Ну, и заодно я бы их разговаривал... Ну, про их злочин на этом закарпатском посту. Ну, что СБУ не интересно, что воно связано... Ну, короче, я не буду коментовать эту ситуацию. Я заяву написал, что СБУ было сразу же. Сейчас, по факту, мы с хлопцем, вот с такими озборолистскими рациями... Сейчас мы, по факту, сами выполним роль СБУ. Конечно, мы же затримовать не будем. Мы не имеем права положить морду в асфальтах... ...блюдки, блядь, которые берут в хабаре. Но я думаю, что мы их заблокуем и выключим 102. Девушка, можно ли выключить? Девушка не может, потому что девушка не может... Нет, есть работодатель? Есть, есть. Есть, есть. Нет, спокойно. Я сам бы показал, что, честно, можно ли? Мы верим в это. А где это? У вас в руках пачка какая-то? Нет, это пачка. А ну, посмотрим, что там есть в пачке. Где это меня? Где это меня? Это что это? Там же сигареты. Вот эти деньги, которые предлагали кинуть нам под машину. Вот эти деньги в размере 2 тысячи долларов. Пропонули кинуть под машину, которую нам сказали. Ну, что надо? Что надо? Не надо. Подождите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Другую пачку подождите, пожалуйста, на капот. Ну, что? Прошу? Нет, твою пачку. Не ставлю твою пачку. Ну, дядя. Вам что говорят? Ну, что вы мои кошки? Ну, что я не понимаю? Все выучайте. Мы не имеем ничего против. Мы согласились по-союзу. По-людце. По-людце. Давайте, давай. Согласитесь? Да. Зоуничняя Оля, берите папу, берите пачку, берите по очереди и посмотрите. Тримайте. Тримайте. А то уже получается... Ну, а все, я могу не дать ничего, а дивиться один день. Нам не надо, чтобы приезжать к ним и дали. А то уже получается начинает... Откройте, откройте. 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 Давайте, дивиться. Запас вызывайте, что требует, дивиться. Упомлятору дивиться, может я. Попочищусь так, как мы. Молин. Там, там дом краты еще. Там дом краты еще... А что можно без входа они здесь? Наши смолочки. Да. Прикmith. Прикада. Подписывайтесь на мой канал. Вместо св guardа. Заправьте. Ух.